Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Организационные перемены, которые происходят в батальоне Айдар, не затронут личный состав подразделения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Изменения коснутся только перерегистрации номеров воинской части и замены печати. Предполагается, что это сделает невозможным злоупотребление печатью документами, которые ранее были утеряны, и могут стать инструментами в махинациях отдельных личностей. До исполнения особо важных заданий батальон территориальной обороны Айдар, который подчинен Минобороны и действует в Луганской области в составе подразделения АТО, будет дополнительно усилен. Напомню, 29 января появилась информация о том, что батальон Айдар расформирован. Об этом сообщил его комбат народный депутат Сергей Мельничук. В то же время на странице батальона в Фейсбуке эту информацию опровергли. Россия решила закрыть Генеральное консульство во Львове в ближайшее время. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат украинского МИД. По данным СМИ, генконсул России во Львове Олег Астахов покинул территорию Украины и уже длительное время не появляется в депредставительстве. Отмечу, несмотря на многочисленные акции протеста под зданием генконсульства во Львове, российское депредставительство ни разу не претерпело никаких повреждений, в отличие от посольства России в Киеве. Здание генконсульства круглосуточно охраняется милицией, а также в период особенно острых протестов добровольными дружинами из числа жителей Львова. В Мехико взрывом разрушен роддом. Рядом со зданием взорвался газовоз. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших. По меньшей мере, два человека погибли, несколько детей извлекли из-под обломков живыми. В целом пострадали 66 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии. Многие районы Мехико не подключены к центральному газопроводу и полагаются на поставки газа в грузовиках. По словам власти, данный инцидент произошел из-за утечки в шланге, когда грузовик заправлял газом больничные резервуары. Взрывом разрушено около 70% здания роддома. В связи с инцидентом полиция задержала троих человек. Двое из них сами пострадали от взрыва, поэтому пока находятся в больнице. На месте трагедии побывал мэр столицы Мексики. Сегодня я говорил с президентом о возможностях быстрого восстановления этого места для общины Куахимальпа, принимая во внимание стратегическую важность здравоохранения в Мехико. Мы также собираемся ускорить работы по очистке этого места. Город Мехико очень внимателен к пострадавшим в этом печальном событии, которое шокировало нашу столицу, и выполнить свои обязательства перед ними. В Перу племя индейцев протестует против нефтегазовой компании. Ее деятельность разрушает экологию и вредит здоровью людей. Индейцы заблокировали работу 14 нефтяных скважин компании. Коренной народ требует выплаты компенсаций. Они также захватили 8 судов на реке Тигре. По словам вождя племени Ачуар, протестующие требуют построить госпиталь, чтобы они могли обращаться за медицинской помощью в случае заболевания. Они утверждают эти болезни, вызванные деятельностью нефтяной компании. То, что мы продолжаем умирать, это не вымысел. Поэтому мы требуем компенсации, чтобы мы могли позаботиться о себе и показаться разным врачам, чтобы нас обследовали, потому что все мы оказались в такой ситуации. Нас объединяют боли и огромные страдания. Это то, что я хочу заявить компании Плаз Петрол. Несколько раз за последние годы, но нефтяная компания заявила, индейская община не находится в непосредственной близости к скважинам, поэтому не имеет права на компенсации. В то же время власти Перу объявили зонами чрезвычайной экологической ситуации многие территории, где работают филиалы компании. Это вызвано высоким уровнем загрязнения окружающей среды, которая происходит из-за разливов и утечек нефти. Россияне стали реже ходить в магазины и выбирать более дешевые товары. Причиной стало резкое падение курса рубля. Об этом говорится в исследовании российской покупатель в новых экономических условиях. Его провела международная аналитическая компания «Нильсен» по итогам четвертого квартала минувшего года. По многим показателям, российский покупатель в декабре 2014-го стал похож на покупателя кризисных 2008-2009-го годов. В четвертом квартале прошлого года корзина товаров подорожала на 19. по сравнению с третьим кварталом. О необходимости экономить в новых экономических условиях заявили три четверти опрошенных. Треть респондентов была вынуждена сократить объемы закупаемого продовольствия. Половина россиян, стремясь сократить хозяйственные расходы, в первую очередь планирует экономить на развлечениях вне дома, покупке новой одежды, а также на коротких отпусках. 60% опрошенных считают, что российская экономика находится в рецессии. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.